Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос эксперту» в студии Венера Файзулина. Венера Файзулина – главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Я выиграл судебный процесс, связанный с приобретением некачественного мебельного гарнитура. Договор купли-продажи был расторгнут, деньги, уплаченные по нему, были возвращены продавцом. Правили я требовать компенсации причиненного морального вреда? В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации под моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в случаях, предусмотренных другими нормативно-правовыми актами, регулирующими оказание услуг потребителям. Независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителям убытков, статью 15 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей предусматривается возможность компенсации морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения исполнителем его законных прав. Размер компенсации морального вреда определяется судом, независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой возмещением морального вреда, не может быть поставлено в зависимость от стоимости товара или суммы, подлежащей взысканию неустойки. Размер, присуждаемый потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае, должен определяться судом с учетом характера, причиненных потребителю нравственных и физических страданий, исходя из принципа разумности и справедливости.